Кто мог помочь с химическим оружием? В поисках ответа на этот вопрос западные журналисты вышли на Бельгию. Оказалось, что три бельгийские компании поставляли в Сирию запрещенные химикаты, которые могли использоваться для изготовления зарина. Предположительно, именно от этого вещества в сирийском городе Дума 7 апреля погибли около 80 человек. Все подробности узнаем от Елены Абрамович. Бельгийские журналисты были весьма удивлены, когда обнаружили свою страну в некоммерческой сирийской базе данных экспортеров запрещенных химикатов. Оказалось, Бельгия единственная страна ЕС, которая продолжала экспортировать запрещенный изопронол в Сирию после 2013 года. Этот компонент используется для изготовления отравляющего вещества зарина. 96 тонн изопропонола были экспортированы в Сирию в пяти партиях в период с 2014 по 2016 год. По данным трех компаний, получатели были частными партнерами, с которыми они торговали более 10 лет. И те не были в каком-либо списке подозреваемых. Бельгийские экспортеры оправдываются. Их клиенты – производители красок и лаков. И якобы не знали, что уже пять лет, как нужно получать специальное разрешение для экспорта химвеществ в Сирию. Судебные слушания по этому делу назначены на 15 мая. Ответчики – три бельгийских предприятия. Оптовый торговец с химикатами, административный офис-посредник и логистическая компания. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...